Что с вами случилось? Расскажите, пожалуйста. Я каталась на велосипеде и упала. Так, а как упала? Покажи ручку. Где болит у тебя? Тут. Белопрогулка обернулась для Александры травмой. В больницу мама девочки обратилась спустя сутки. Думала, простой ушиб. Однако рентген показал закрытый перелом. Если ваш ребенок падает с велосипеда или с самокатами, обязательно нужно будет приложить холод. И желательно в этот же день обратиться в травмпункт. Не ждать ни неделю, как вот некоторые люди, бывают обращаются, ни сутки, ни через трое, ни через пятеро. Пользоваться народными средствами, такие как йодовая сетка. Сразу эластичным ментом обматывают. И потом, когда понимают, что конечность уже больших размеров, чем нужно, уже приходит в семье. Иногда это бывает, скажем, неблагоприятно для ребенка. Потому что в случае перелома время играет большое значение. Травмпункт детской областной больницы работает круглосуточно. Только с начала лета здесь побывали около 800 юных пациентов. Кто-то даже стал завсегдатым. А ты что, походишь на ребенок? Ну, это уже третий раз. То есть четвертый или пятый, не знаю. Я в детстве ключицу. Мне сделали розовый гипс. Велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды – источники повышенной опасности. Специалисты просят родителей не забывать про экипировку для юных райдеров. Родители покупают транспорт, но забывают купить детям защиту. Такие как шлем, нарукавники, на коленники, которые на 90% уменьшат риск возникновения травмы. Поэтому, в первую очередь, родители должны задуматься о средствах защиты для ребенка. Минутка статистики. С начала года пострадали 9 юных велосипедистов. 16 ДТП с несовершеннолетними произошло с участием мототехники. 24 ребенка-пешехода сбили на дорогах и переходах. К счастью, трагедии удалось избежать. Чего нельзя сказать о ситуации на водоемах. С начала купального сезона погибли 6 человек. Двое из них – дети. По закону, ребятам до 14 нельзя плавать без присмотра. Нарушителей наказывают рублем. На родителей составили более 40 протоколов. Рейды проводят регулярно. Нельзя ни в коем случае оставлять своих детей одних, отвлекаться. Потому что несчастный случай может произойти всего лишь за минуту. Рассказывали, что нужно делать в этих случаях. Как оказать первую помощь, достать, если они увидели, что человек утонул. Какие действия в этот момент предпринимать. Сейчас на улице очень жарко. Спасатели рекомендуют отдыхать всей семьей только на официальных пляжах. И в целом уделять детям больше внимания. Кристина Леонова, Ирина Валерьева, Геннадий Воробьев. События дня.